всем здравствуйте я рада что вы заглянули ко мне в гости перед вами мои трейлерные фиалки мне захотелось показать их вам отдельно все преимущества что же такое трейлерная фиалка это фиалка который свойственно пасынковаться пасынки удалять не нужно но нам придется ее сформировать чтобы получить хорошее цветение такое какое должно быть быть у трейлера трейлерные фиалки бывают ампельные которые свисают вниз горшка а бывают кустовые ампельных по моему у меня нет у меня все кустовые также они бывают стандартные бывают полу миниатюрные и миниатюрные но миниатюрные вы уже мне кажется у меня все видели например пикси блю вот такой миниатюрный трейлер судя по листовым пластинам это очень старый старый сорт но он очень милый также микро миниатюра это пипсквык нежно-розовые цветочки на темно-зеленой листве очень похожи на такие миленькие ромашки также есть трейлеры колокольчики чанта спринг это тоже миниатюра как мы с вами можем формировать трейлерные фиалки есть два способа первый способ я и никогда не пользовалась это прищипывать основную голову фиалки если вы купили детку и она например не хочет у вас давать пасынки и кустицы как например вот эта фиалка жемчужный восторг вы можете ее прищипнуть удалить точку роста тогда она начнет куститься я использую второй способ я выращиваю фиалку она сама по себе посынкуется потом я отделяю пасынки и сажаю несколько пасынков в один горшок вот это например стандартная фиалка очень-очень она мне нравится она единственная такая у меня крупная стандартно потому что как вы видите она занимает очень много места это огромный огромный кустище в три головы химерная фиалка вологодский лен вот такие большие у нее крупные листовые пластины по сравнению с миниатюрами так что здесь вы выбираете сами сколько вы хотите занять место фиалкой в чем преимущество в том что они почти постоянно цветут вы можете взять большое кашпо даже подвесить его где вам надо например если вам нравится вид я не знаю каких-нибудь ахименосов или петуний вот это вот может выглядеть как-то похоже большое кашпо свисающие ветки много-много мелких цветочков и все время с весны по осень на окошке вас это может замечательно цвести вот это тоже считается миниатюрным трейлером trail along то есть у нас у трейлеров не только цветочки простенькие могут быть но и махровые даже махровые розочки вот это считается махровые георгинчики мне кажется это все-таки полу миниатюру него довольно крупные листья здесь тоже у меня сидит много наверное штуки 4 поэтому смотрится очень пышно и нарядно когда все головы одновременно цветут ну и всеми любимый трейлер который есть у всех это ванила trail он замечательный он махровый он цветет постоянно вот он как раз ампельный не обращайте внимание на мои зеленые банки если кого-то это напрягает вот такой он красивый и замечательный он не одноцветный как вы видите нежно-розовые розочки с более яркой серединкой он свисает вниз горшка он такой весь кривенький но зато очень-очень обильно цветущий самый популярный трейлер трейлер для новичков могу посоветовать потому что вот с этим трейлером trail along у меня сначала не получилось дружба он не хотел у меня цвести он постоянно посынковался он очень быстро рос вверх и получался ампельным как-то так а сейчас как бы он не рос он все равно у меня смотрятся кустовым удалось мне с ним подружиться замечательные красивые трейлеры советую если кто-то хочет попробовать что-то новенькое потому что иногда вот такой вид фиалок самый обычный стандартный поднадоедает и хочется чего-нибудь новенького вот можете попробовать простые цветочки конечно опадают но не все вот например у этого падают их лучше не трогать видите опадашка вот этот не опадашка опять же советую вам читать обязательно форумы с отзывами на сорта кто опадает кто не опадать кто цветет кто не цветет кто как себя ведет там очень много полезной информации прежде чем выбрать какой-либо сорт на этом все показал я вам свои трейлеры похвасталась можно сказать очень я их люблю может быть вам было полезно на конечно же на фитиле они цветут лучше всем пока